Деодор предстал перед герцогом. — Так это ты, тот знаменитый учёный монах-лекарь? Герцог, казалось, был удивлён тем, что видел. — Я ожидал увидеть кого-нибудь заморыша с тонкой шеей, торчащей из монашеского капюшона. А тут здоровенный детина, у которого кулак больше моего. Оружием владеешь? — Нет, ваша светлость. Оружие монаха — это слово Божье. — А я, к тому же, ещё и не принял постриг, — ответил Деодор скромно, но с достоинством. — Вроде говоришь как монах, но чувствуется дерзость. Жаль, что с оружием не умеешь обращаться. А то я сам бы с удовольствием вызвал такого противника на турнир. — Да ты не беспокойся, отец-настоятель. Я понимаю, что нахожусь в святой обители. Да и не до военных упражнений мне сейчас. Ты знаешь, юноша, зачем я велел, вернее, попросил отца-настоятеля позвать тебя? — Нет, ваша светлость. Зови меня просто господин. Так короче. — Не могу, ибо господин наш только лишь Бог, ваша светлость. — О, я же говорю, что ты дерзок. — Ну ладно, это не имеет значения. Я понимаю, что ты вырос в лесу, среди монахов. Откуда тебе набраться хороших манер? Значит так, послушник. Мой младший сын болен. Мои придворные лекари не могут его вылечить. Проклятые бездельники умеют только подставлять ладони под мои деньги. Как ты сам понимаешь, мой сын мне очень дорог, и я не хочу его потерять. К тому же моя теперешняя супруга очень горюет, и если Господь допустит смерть моего мальчика, она может отправиться вслед за ним в мир иной. А я дорожу моей женой, так как уже был вдовцом и не хотел бы испытать это вновь. Видя сомнения в глазах Деодора, герцог добавил. К тому же, если моя супруга, не дай бог, покинет этот мир, ее отец, мой тесть, будет настолько огорчен, что может начать войну против меня. А мне бы не хотелось, чтобы пролилась кровь невинных людей. Говоря так, герцог, в общем-то, не лукавил. Он умолчал лишь о том, что тесть, этот проклятый старик, выживший из ума, по его словам, решил вдруг оставить свое графство в наследство своему внуку, сыну, младшей дочери и герцога, единственному, кроме него, оставшемуся в живых, наследнику мужского пола в его семье. Но пригрозил, что если с мальчиком что-либо случится, то графство перейдет к его старшей внучке, которая недавно вышла замуж и уехала со своим мужем в его земли. Герцог любил своего сына, и его очень угорчала болезнь ребенка. Но еще больше он печалился о возможной потере наследного графства, приносившего немалый доход, на который можно было без труда содержать армию. И еще его светлость имел все основания опасаться козней этой самой соперницы своего сына в борьбе за наследство. Он всерьез полагал, что болезнь мальчика была результатом какого-нибудь колдовства или отравления. В те времена, в начале второго тысячелетия от Рождества Христова, люди верили в колдовство, не сомневались в существовании призраков, а многие могли бы поклясться, что собственными глазами видели ведьм, чертей, привидений и на себе испытали действия колдовских чар. Именно поэтому герцог поспешил в монастырь Святой Девы Марии, чтобы заручиться божественным покровительством, а также полагая, что здесь легче будет распознать злоумышленника, подосланного навредить ему и его сыну. И самое главное – болезнь сына. Она началась не так давно. Мальчик стал внезапно падать на пол, закатывая глаза. Сначала мышцы его окаменели, а затем начинали дергаться помимо его воли. Судороги длились несколько томительных минут, а потом больной, обмочившись, засыпал. Лекари, созванные герцогом, не могли вылечить его. Иногда их с надобья приносили облегчение, но приступы не прекращались. Герцог и его супруга боялись, что во время этих припадков сын может умереть. Его светлость – металл грома и молнии. То грозил лекарям страшными карами, то одаривал их золотом, но болезнь не отступала. Проклятый тесть присылал гонца с письмом, в котором старик сообщал о своих намерениях относительно наследства. Супруга была в отчаянии и каждый раз готовилась отдать Богу душу, когда сын начинал извиваться в корчах и судорогах. Тут до герцога дошла весть, что в монастыре Девы Марии есть лекарь, который умеет справляться со всякими хворями, и он решил попытать счастье. Сразу отказавшись от мысли звать лекаря в столицу, он собрал свою семью, самых верных придворных, личную гвардию, и вновь, как много лет назад, отправился в монастырь, прихватив с собой злополучных лекарей своего двора. Пусть хоть там научатся чему-нибудь, пиздельники, рассуждал герцог, а заодно и расскажут этому монаху, чем лечили моего сына. Субтитры создавал DimaTorzok